С вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где все сверхъестественное естественно. Бог говорит, если ты прикоснешься к Азираэлю, то это все равно, что прикоснуться к моим глазам, к зенице моего ока. Кто это делает? Мир. Смотрите далее. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Почему в книге пророка Захарии Господь Бог говорит нам? Ибо так говорит Господь Саваоф, касающийся вас, касается зеница ока его. Почему Израиль так важен? Почему новости об Израиле часто появляются на первой полосе газет? В какой стране породился Христос и явил свое славное царство? В какой стране его убили и он воскрес? В какую страну он вернется? В каком краю он будет править одну тысячу лет? В Израиле? Во многих смыслах страна Израиль – это чудо. Само его существование – это уже чудо. Евреи существуют. И это тоже чудо. Почему? Храм был разрушен в 70-м году. Храм уничтожили. Выжившие евреи были рассеяны по всем краям вселенной. Их преследовали везде. То, что я рассказываю вам сейчас, было предсказано еврейскими пророками в еврейских писаниях. Но, по идее, евреи не должны бы до нашего времени выжить. Но Господь хоронил их. В 31 главе книги Иеремии сказано, «Евреи будут существовать на планете, пока на небе сияют солнце, луна и звезды». Это самое крупное чудо на Земле, о котором не знает планета. Это существование евреев на Земле. В двух стихах 11 главы послания апостола Павла к римлянам также сказано следующее. «В отношении к благовестию они враги ради вас?» «В отношении к избранию возлюбленные Божией ради отцов?» «Все это ради того, что Бог обещал их праотцам. Дары и призвания Божия не приложены. Бог не изменит это решение, несмотря ни на какие преследования». Евреи существуют до сих пор. До сих пор существуют не только евреи. «Но и земля Израиля». Почему же так? И кто владеет Израилем? А вы знали, что это не были евреи? Им и арабы не владели. Вы знали это? В 25 главе книги «Левит» мы читаем высказывание Бога, которое звучит следующим образом. «Ибо земля моя». Если у вас имеется имущество, то у вас есть право сдать его в аренду. В 104-м псалме мы видим соглашение между Богом и еврейским народом. «Будь я юристом, я говорил бы об этом в суде». И вот они, условия завета. Господь говорит, что Он вечно помнит завет свой. Как долго? Запомнили? Вечно. Есть стих, который гласит следующее. Слово, которое заповедал в тысячу родов. Итак, он для тысячи родов. Я напомню вам о том, что это вечный завет с Господом Иисусом Христом. Да, мы с вами получили завет от самого Господа Бога, чьи условия вечны. Также нам известны размеры древнего Израиля. Мир пытается оттяпать у него землю. По словам Всевышнего, размеры земель древнего Израиля превышали его нынешнюю территорию в десять раз, согласно стихам из 15 главы книги «Бытие». Тут возникает вопрос, почему эти обещания о евреях и Израиле так важны? И Бог, конечно же, дает ответ. Они важны для вас, для меня и для Бога. В 23 главе Евангелие от Матфея сказано о важности этих обещаний. А вот что Мессия, Иисус Христос, говорит о еврейском народе. «Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядой во имя Господне». Почему это так важно? А потому что важно возвращение Христа. Это важно для Бога и для нас всех. А почему это важно для дьявола? Потому что когда Иисус вернется, дьяволу придет конец. Тут возникает вопрос, с какой целью Господь Бог сохранил евреев. Спроси об этом десять христиан. Они вряд ли ответят, почему же Бог сохранил их. И ответ находится в 17 главе Евангелия от Иоанна. Все это две группы. Евреи и язычники, которым предстояло стать одним единым народом. А что произошло, когда они стали едиными в Мессии? «Мир поверил в Бога». Но так ли это важно? Другими словами, тело Христа является неполным без христиан из евреев. Оно является неполным без христиан из язычников в церкви. Нет полноты без этих людей, за которых он умер и которых он так сильно любит. Они стали едиными, не только общаясь друг с другом, но едиными в Мессии Христе. А затем у сатаны начался его худший ночной кошмар. Бог дал такое обещание одним лишь только евреям. Я прочту фрагмент из 121-го псалма. В нем сказано «Просите мира и Иерусалиму». На иврите «мир» — это шалом. Одно из значений слова «шалом» — это завершенность. То есть «просите завершенности Иерусалиму». А что такое завершенность непосредственно Израиля? Единство евреев и язычников. Вот что это такое на самом деле. Когда мы молимся о полноте для Израиля, то единый новый человек, которым восхищался Павел в послании к Ефесиным, и который любит Иерусалим, будет процветать по обетованию Господа Бога. Видный знаток еврита, которого зовут Дерек Принс, он уже давно на небе, и все вы, конечно же, хорошо знаете его учения. Так вот, он дал определение слову «процветать». Давайте посмотрим, что Дерек Принс говорил об этом. Слово «процветать» на иврите означает «мир в сердце». Мир в сердце. Молись о полноте. Иерусалима, те, кто любят его, обретут мир в своем сердце. А нуждаетесь ли вы в таком удивительном мире, в таком сверхъестественном мире? Это факт из Библии. Славное спасение евреев послужит самому крупному пробуждению и самому масштабному покаянию людей в истории. Будьте с нами. Не уходите. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Вы хотите увидеть всю передачу? Вы увидите особый фрагмент, не вошедший выпуск. Когда этот выпуск окончится, то наберите ссылку, указанную на экране. Присоединяйтесь ко мне для информации и откровения, о которых знает только малое число верующих. И не пропустите это. Бог желает покаяния евреев и язычников. А знаете ли вы из Библии Божие задания для евреев и христиан? Знаете ли вы его? А вот оно. Проповедовать язычникам. В Евангелии от Иоанна, 4 главе, 22 стихе, сказано вот что. Спасение от иудеев. Вы читали о 144 тысячах евреев в книге Откровения. Все знают это. В последние дни евреи и христиане станут суперевангелистами, так же, как апостол Павел. В 23 стихе, 8 главы, книге Захарии, сказано вот что. Так говорит Господь Саваоф. Будет в те дни. Возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу иудея и будут говорить, «Мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог. Мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Это задача христиан-евреев. А где нужно служить остальным? Сейчас вы все узнаете. Хорошо, когда мы с вами знаем Божие поручения из Святой Библии. В послании к римлянам написано, «Неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть?» Никак, но от их падения, спасение язычникам. Чтобы возбудить в них ревность, спасение идет к язычникам. Можно сказать так, поручение христиан из язычников состоит в хождении в полноте Святого Духа. В его славе и силе это вызывает ревность у евреев. Мы нуждаемся друг в друге. В этом случае мир поверит в Бога. Бог учит, когда Христос вернется, спасется весь Израиль. Что будет с вашими друзьями из евреев и язычников, если они умрут, не познав Христа? Они умрут в своих грехах и будут отделены от Бога навсегда. В книге пророка Иезекииля, 18 главе, в 4 стихе написано так, «Душа согрешающая, та умрет». А еще 142-й псалом, «Не входи в суд со мной, ибо ни один не оправдается перед тобою». Произошло чудо. В 70-м году храм разрушили. Евреи перестали приносить жертвы. А вот так мы перестали приносить жертвы. Мы больше не праздновали Йом-Кипур, когда Бог отпускал грехи. Ведь никто не праведен. Один единственный грех приводит к смерти, к вечному отделению от Бога. А что же сделали евреи? Ответ. Мы с вами находим у мессианского еврея Иоанна. Он говорил о Пасхе. Что произошло с евреями? Мы принесли ягнят в жертву, помазав его кровью двери. Ангел смерти не вошел в наши дома. Когда Иоанн Креститель увидел Мессию Иисуса, он сказал, «Вот агнец Божий, который берет на себя грехи всего мира». А знаете, примечательно то, что наши изобретательные раввины возродили иудаизм. Но Тора говорит, «Без пролития крови нет прощения грехов». Кроме того, без пролития крови невозможно праздновать Йом-Кипур. Большинство христиан не знает этого. Согласно Слову, мы живем во время полноты эры язычников. В Библии есть две причины для этого. Вот первая причина, по которой мы живем в такое важное время. Я хочу прочесть вам из 21 главы Евангелия от Луки. Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Произошло чудо с того дня, как Иисус произнес пророчество о разрушении храма в 70-м году и до 1967 года Иерусалим не был под контролем государства Израиль. 54 года назад Бог помог нам, сделав чудо во время войны, и Иерусалим снова стал подвластен Израилю. А что же это означает? Смотрите, это означает то, что конец времен, час пророческого времени начался. И заметьте, это не часы, а минуты. Данный стих это довод о наступлении полноты эры язычников. Павел пишет, «Ибо не хочу оставить вас в неведении о тайне сей, что ожесточение произошло в Израиле, отчасти до времени оно отчасти, ведь часть евреев верит во Христа, оно произошло отчасти до того времени, пока войдет полное число язычников». Итак, здесь описано духовное прозрение евреев. Вспомните ослепление Савла и Старса. Он не видел, он увидел Христа, когда прозрел. В эти последние годы я вижу, как происходит духовное прозрение еврейского народа, и они верят в Иисуса. В недавние годы я читал лекции о чудесах евреям, проживающим в Украине, России и Израиле. За последние годы 13,5 тысяч евреев приняли Господа Иисуса Христа, в основном в Израиле. А почему? Евреи требуют знамений, чудес, и это говорит нам Библия. Они требуют знамений. Когда Бог являет свою славу, происходят чудеса и знамения. Эта слава меняет жизни людей. И здесь назревает вопрос, кому принадлежит Божья слава в первую очередь. Девятая глава послания к римлянам говорит об этом так. Израилитян, которым принадлежит слава. Эта слава приходила в форме огненного столпа в пустыне, и евреи следовали за ней. А вы скажете, ну, это Ветхий Завет, а что же насчет нового, кто принял славу первым в нем? Давайте вспомним Пятидесятницу, праздник, Шевот, кто принял славу первым? Евреи. Теперь мы поймем стих из 10-й главы Евангелия от Марка. Кто были первыми? Кому нужно было принять благую весть, а также славу? Конечно, евреи, они будут последними, кто примет Евангелие, и славу Бога, последние это евреи. Они будут первыми, кто принесет Евангелие миру в последние дни мира. Задача христиан из язычников состоит в том, чтобы стать старшим братом для еврейского народа, ведь мы ничего не знаем, кроме Библии. евреи положили начало, основание. Спасение миру пришло от иудеев. Вы увидите евреев и то, что будет происходить, и большая слава приведет к самому масштабному покаянию в истории планеты. В книге Аггея, 2 главе, 9 стихе, сказано следующее. «Слава сего последнего храма будет большим, нежели прежнего, так говорит Господь Саваоф. И на месте сём я дам мир, говорит Господь, я дам славу и полноту. Это большая слава, она уже пришла, так когда же начнётся покаяние? Библия говорит точное время пробуждения. И это написано в 9 главе пророка Амоса. Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет ещё жнеца. Я прочту вам другой стих из 9 главы пророка Амоса. «И возвращу из плена народ мой Израиля» и застроят опустевшие города и поселятся в них. Не забудьте сразу после окончания программы посмотреть материал, не вошедший выпуск. Наберите ссылку, которая на экране. Там я буду учить о золотой славе евреев. А затем помолитесь о том, чтобы Бог дал вам эту славу. Итак, заходите на наш сайт, адрес которого тройное W sidrot.org потом касая слэш сид. И вот что говорит Бог, кто расскажет евреям истину в книге Исаии сказано, «Утешайте народ Мой, говорит Бог ваш, говорите к сердцу и Иерусалима и возвещайте Ему, что исполнилось время борьбы Его, что за неправды Его сделано удовлетворение». В послании к римлянам апостол спрашивает, «Но как призывать того, в кого не уверовали, как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? Это вы. Безусловно, это вы. Кто расскажет еврейскому народу о том, что дни печали прошли? Jesus 내� quê? Кто пред醫 послал my chosen ones that I'm coming back again "? The Jewish people all over the world are desperate to hear the Gospel. Субтитры создавал DimaTorzok Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днём мы живём, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир ещё не видел. Сидрот нашёл ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ к Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдёте обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN онлайн-сеть программы «Это сверхъестественно» предлагает круглосуточный прямой эфир в программ на вашем мобильном устройстве или смарт-телевизоре. Я могу смотреть мои любимые телепрограммы в любое удобное время. У меня необычные тренировки, а также и мой подкаст на ISN. Загрузите бесплатное приложение уже сегодня. Молитва — это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». А вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ ISN, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» — Сидорота. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова